добрый вечер уважаемые посетители моего канала чтобы я хотел сейчас вам сообщить сейчас можно так сказать глубокий вечер 22 01 и я это видео записывал специально для вас вот я очень много рассказываю о том как я сам занимаюсь как и сам тренируюсь и что хочу я сказать можно самому очень много знать но нифига ничего не делать многие спрашивают а что же ты там сам себя запустил так ну что сказать я всегда немножечко так придерживался здорового образа жизни вначале конечно так жестко все было а потом когда уже пошли книги надо было ездить не говорю уже о телевидении там уже было как-то не до того чтобы следить хотя все можно было организовать ну ладно это так мысли несколько растекается так вот я сейчас хочу вам рассказать о своих последних достижениях в оздоровительной практике собственной в основном в основном я стараюсь конечно сделать что-то для себя такое полезное что далее возможно и пригодится вам и вот как раз я сделал это и хочу с вами поделиться готовлюсь к гирям поеду поеду в алушту уже довольно таки скоро и я вам начал выкладывать свои видосики которых рассказываешь как я готовлюсь начал готовиться с гирями значит у меня там все там разболелось а все мои там суставы и так далее и вот что далее я по моему вторым видосиком рассказываю а что я стал делать помимо помимо того что там с гирями начал заниматься ну жимом лежа я занимаюсь довольно таки давно и там тоже свои проблемы были свои это но я все-таки преодолел и то что мне хотелось соточку я пожал так вот теперь я расскажу о скрытой стороне тренировки это одно но важно самому себя восстанавливать и я вам показал что одно из первых блюд это проросшая пшеница я специально ее простил и вот как тогда я вам показал я до сих пор регулярно каждое утро это у меня завтрак я ее ем чтобы я вам сказал по вот по проросшей пшеницы это то что вот вот раньше там знаете здесь бывают такие заусенцы на ногтях как-то как-то не не очерчены руки не такие красивые вот все что-то тут знаете сухо загибается прошу пшеничку начал есть у меня вот эти то луночки ногтевые стали на всех пальцах ровны раньше такого не бывало то есть я регулярно две горсточки этого зерна милю и ем значит ногти стали вот такие розовые знаете крепкие приятно посмотреть далее я заметил что стал лучше видеть потому что по шрифту раньше так надо было смотреть присматриваться сейчас я гораздо лучше стал видеть потом я услышал вот такую вещь что ну когда чистить зубы выделяется естественно там кровь и если слишком много и выделяется это говорит о том что печень недостаточно вырабатывает вот этого протрамбина который заведует значит сворачиванием крови ну это примерно для себя отметил ладно протрамбин так протрамбин но вот это вот я поел вот эти все как вам говорю витамины группы b все это живое все это натурально а е я чищу зубы знаете вот такой и смотрю а крови то у меня не выделяется вообще то есть все здесь укрепились эти десна такие стали понимаете то есть вот что говорит что вы добавили именно тех витаминов которые вам нужны и вы добавили значит жизненную силу которая вам нужна потом что касается работы кишечника он у меня в основном регулярно работал там с утра там еще где-то вечерочком то есть стул был два раза в день я очень радовался что вот этот тмин сделал мыл стул колбасообразным вот эту проросшую пшеничку я поел у меня стул стал три а то четыре раза прекрасный стул ну не нарадуйся знаете вот чему чему а кто вот в таком возрасте примерно как я имеет разного рода проблемы с этим делом это одно из прекрасных средств которые естественно нормализуют пищеварение и образование стула то есть отличная вещь это что касается значит проросшей пшеницы я вам рассказал далее у меня пошли эксперименты с эфирными маслами вот сегодня я переборщил почему я сижу в этой майке потому что так как мне сделали массаж спины хорошенько так потрудились чтобы там не замазать обычную майку в масло я делал вот эту хлопчистобумажную маечку значит что я хочу сказать вот там какие-то застарелые травмы там еще что-то еще более что-то конечно там осталось но в основном то что было и то что стало ты практически я практически я обычно там встаешь и так что-то там побаливает что-то напоминает о себе что что есть а это я только раз я забыл что что-то где-то у меня болит вот что сделает вот этот массаж с эфирными маслами значит берется базовое масло я беру базовое масло это абрикосовое примерно я его беру чайную ложечку и туда начинаю капать где-то примерно по две-три капли ну штук пять других там и керосинчик присутствует все и такой знаете духан был от тела такой красивый то есть никакого там запаха керосина ничего не было вот прекрасный духан который добавил энергетики во все тонкие тела рассеял значит какие-то там сгустки которые там имелись значит проработал еще эту разного рода там болезнетворную микрофлору которая норовит там что-то делать то есть я очень и очень доволен подобные результаты я ощущал после длительного голодания знаете вот тело становится гибким ничего не болит ничего не чувствуешь но это надо палат как минимум за две недели вот три недельки это от двух до трех недель это будет то что надо такой эффект возникает но тут еще проблемы вернее после голода это выход из него а тут вот эти эфирные масла они добавляют энергетики вот это все убирают это чувствуешь а тело так зашевелилась то все закрутилось никаких знаете вот этих деревянных вещей не стало очень и очень хорошая вещь то есть я вот этого дела добавил для того чтобы я мог ликвидировать последствия разного рода травм потому что все таки я жму 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 вот вот эти вот суставы для того чтобы они полностью прошли там вот плечевые но я слышал что надо два месяца так особо но щадящие заниматься ешь щадящие то не занимается вот то есть доволен этим делом скрытая подготовка из кстати на энергии дает то есть эфирные масла добавляют еще энергии далее почему вот еще вот этой ногти почему еще у меня так стул заработал прекрасно я вам сказал что помимо всего прочего я стал есть еще откуда минералы брать в нашем питании рафинированным нифига ничего нет поэтому я стал брать салат чуку плюс морскую капусточку все это дело там смешивал чука это приятно есть морская капуста неприятно есть но когда там допустим с чукой смешиваешь одну треть этой капусты морской салат получается более-менее приятно и в очки им далее сок свежевыжатый яблочный свекольный сок способствует кроветворению я его регулярно пью вот как я тогда начал так это то есть вот сколько там прошло там за неделю вот этой вот подготовки за неделю там дней за за неделю этой подготовки в которой я регулярно все это использовал я ощутил раздельные перемены в своем собственном здоровье и поэтому поэтому исходя из своего собственного опыта я вам могу порекомендовать это салат из чуки добавление морской капусты или просто это чуки проросшую пшеницу вот это блюдо что я делаю милю там с кисломолочным вот у вас прекрасная подготовка к осенне-зимнему периоду то есть вы укрепитесь без всяких но я так тяжестями занимаюсь а думаю там не все же занимаются тяжестями то есть это вот общий укрепительно такая программа довольно таки легкая простая и дешевая что удивительно эфирные масла конечно надо подобрать хорошие если вы желаете потому что там много фальсификации много всякой ерунды но можно и без них обойтись вот вот этими двумя вещами а это уже так сказать если вы хотите там что-то доработать уже значит используйте эфирные масла и плюс 7 отмина вот 7 отмина я вам рассказал почему я его глотаю вот допустим лазер тут говорит да и глотать его там не надо мол так там принято там пупок там помазал там спину помазал еще разведя его с базовым маслом и все нормально ну вот мне вот тут то через что я прошел о том я с вами и говорю так что в дальнейшем вот ближайшее время я еду через крымский мост в алушту немножко гири под его буду поднимать я там не буду так сказать что-то там показывать кому-то что-то доказывать мне интересно увидеть этих людей которые поднимают которые там есть говорят самородки так далее пообщаться с ними естественно сделать видео для вот таких людей которые увлечены ну и плюс вот так вот отдохнуть далее я продолжу свою подготовку в жиме лежа и думаю к новому году пожать 110 килограммчиков а далее посмотрим как то есть найти я с вами делюсь радостью вот с возрастом болячки только накапливается и ты чувствуешь все хуже 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 как бы сказать какая-то безнадёга а тут тут понимаете вот вот эти знания которые я знал я стал применять к себе и я чувствую наоборот что все это начинает рассеивается ты начинаешь быть совершенно иным человеком тем который ты вот считал таким юным мощным когда у тебя ничего не болит вот этим я с вами и поделился то что я наработал и я стараюсь вам рассказывать не вот эти вот рецепты ага съели там и будет там что-то там у вас здорово а то что я сам уже прошел отработал и вот этим делюсь то есть не какими-то там фантазиями что у вас там будет а то что у меня есть а раз это есть у меня да это будет и у вас на этом заканчиваем доброго вам здоровьица вы зашли на мой канал малахов про канал имеет несколько направлений которые отражены в соответствующих плейлистах целебная кулинария рассказывает о том как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма природная косметика как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы лунный цикл и народные приметы каждый день несет свою особую энергетику и особенности которые надо правильно использовать чтобы преуспеть в жизни библиотека здесь вы можете бесплатно посетить написано мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать как работают те или иные средства оздоровления а также разработать свою собственную систему оздоровления и что важно задать интересующий вас вопрос и кроме указанного посмотреть другие плейлисты которых я рассказываю о своем опыте